Старт проекту «Мир в подарок» для детей-инвалидов и нягонцев с ограниченными возможностями здоровья был дан год назад. Идея специалистов реабилитационного центра в том, чтобы знакомить особенных детей с профессиями, видами спорта и творчеством. Так, раз в неделю участники проекта либо сами посещали организации, либо социальные партнеры приезжали к ним. С пандемией всё изменилось, но проект остался жить, перейдя в онлайн-формат. Из последних мастер-классов, которые были, какой тебе понравился больше всех? Ну, мне понравился последний мастер-класс, там, где я делал столет. Зарядки для рук. А, это где была школа актёрского мастерства? Ага. Интерактивный проект «Мир в подарок» в дистанционном формате оказался не менее интересен. Сегодня он даже расширил свою деятельность. Больше стало участников и социальных партнёров. Несмотря на отсутствие живого общения в мастер-классах и тематических блоках, подопечные реабилитационного центра принимают участие с удовольствием, выполняя задания не только сидя дома, но и во время пути. Главная цель проекта «Мир в подарок» – это общение. Это общение, это социализация, это понятие самого себя. Конечно, в каждом нашем блоке наши мастера о чём-то рассказывают. Не столько учат, сколько рассказывают. И ребята в процессе выполнения этих занятий, они общаются друг с другом. Главное, что они общаются, главное, что они понимают, что они кому-то нужны и что они что-то могут. Ещё одна важная составляющая проекта заключается в том, чтобы ребёнок понял, что у него получается лучше. Играть в шахматы, бросать мяч, печь пироги или плести косы. Таким образом, дети могут выбрать для себя дальнейший путь – стать спортсменом, танцором или освоить определённую профессию.